Ощущение, что будем снять не 10, блин, а 11 минут. А, и там колонна собирается. Вон где колонна, аж наверху. Ага, я думал, она ближе здесь где-то. Не-не-не, аж на самом верху. Там уже колонна собралась. Только не говорите, что они сейчас поедут, блин. Так, 10 минут, ах, ну я, да, 10 минут точно, блин, обалдеть. Минута в минуту, 10 минут. Да, и теперь, вот эти будут стоять 20 минут. 20 минут они будут стоять, потому что 10 минут сейчас едем мы, потом 10 минут едут они, эти будут стоять 20 минут. А нет. Ну, как так получается? Ну, по 10 минут стоят, да, потому что пропускают их 5, по 5, да, 5 минут мы едем. Да, все понял, каждый стоит по 10 минут, но пропускной, этот, зеленый горит 5 минут, все правильно. А то, блин, математикой бы тут сейчас наговорил. Все правильно. По 5 минут, 5 минут зеленый, и, чтобы успели 2 этих проехать, и 10 минут горит красный. Так, ну что, ребята, будем сейчас смотреть. Ну, это, по-моему, это не, это на вот этой маленькой, это не было на магистрали. Нет, это было вот в этих, по-моему, буквально не помню, деревушках. Там, тут все оленей прыгают, скачут. Вот, вот они, горы какие красивые. А, вон, еще замок какой-то справа стоит. Какие-то, ну, развали, наверное, какие-то. Короче, сюда надо будет как-то выбраться и, это, поохотиться тут. Как-нибудь, это, Донателло взять. И, это, полетать с дроном, пофоток тут красиво будет. И вот эти, по вот этим замкам всем поездить. Так, что такие дела, ребятки. Главное, не проехать в заправку. На халяву заправиться, да? Не, ну, я когда в Чехию приехал, это я помню, вот, солярка была 22 кроны. А сейчас уже 32, и радуешься, да? Так, это не здесь, нет. Это решуты какие-то. Ну, тоже красиво вот у нас. Это обычно у кладбища такая стоит. А может и нет. А это Желковица. А, а если что-то более влево, ага. Желковица. Жидовица, Желковица, ты господи. Ну и названия. Кто их такие придумывает? В смысле слова вообще не понимают, что оно такое. Ну, наверное, какое-то старинное. А вот. Магазинчик овощной. Прям какой-то. Так, а вот тут где-то заправка. А где, блин, что-то я прозевал. Ну, ладно. Может, слева была. Так, а вот санды у них тут, да? Вот. Рапс уже. Рапс скоро будет свистеть. Ну, он уже нигде начинает. Когда рапс светит, ох и красиво. Такая. Еще когда солнышко выйдет. Такая красотень, блин. Такая красотень. Так. Шепетелли. По-моему, в них нет. Шепетелли была. В общем, факт не помню, блин. Еще и балбес. Хотел, говорю, надо это было. Хоть как-то фотку сфототь или что-то такое сделать. Чепетеллицем. Шепетелли. Шепетеллицем. кстати громкоговорительных тоже работают а вот какая-то вот какое здание такое красивое это радары стоят везде и и соблюдение правил приходят письма счастья и довольно-таки ощутимые так мчимся куда а заправочка так смотрим 500 метров чтоб 3190 было ой красотень какая по левой стороне ух чтобы это нет это не то это вот после этой тут будет сейчас 3290 а там дальше это я помню это я помню да да здесь 3290 а вот следующее будет она вот это я помню вот это я сто процентов помню теперь бы ее зараза не проехать и главное сюда будет поворот на нее заехать да вот вон она следующая вот это она сейчас мы пойдем это направимся там а ну смотрим смотрим внимательно 3190 это она это она а как теперь туда повернуть если там поворот вообще есть должен быть не может такого чтобы не было есть поворот есть есть заправимся так это бак с какой стороны то белая кстати тут сначала заправляется потом платят но это для особо одаренных или упоротых так пошел заправляться ждите приду сейчас так народ проверим сейчас если у нас записывает микрофон записывает он может это значит так показывать для особо упоротых заправился я пятьдесят девять литров вот тут 15 59,15 литра 31 90 общая сумма 1886 дробь 90 да 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 90 ага ну короче 1887 крон вот так вот 60 литров по 32 кроны но без 10 лежа так едем домой а я стоп дамаж пристегнуться будет дорого сильно стоить так 64 километра но как раз эти 8 километров 10 минут что мы стояли вот еще и тут постояли 5 минут ну ничего неприятности то мы переживем все едем до дома там уже никуда едем до дому вот там ладно сейчас три машинки пропустить успеть там никого нету а это это вообще не сюда едет хорошо да не прозевал ее ну вот самое главное так получается ну да вот 32 кроны а дома сейчас посмотрим но будем считать дети округлим чтоб не едет 10 лежа туда-сюда это посмотрим то ту заправку которая недалеко от праги она там за в первой деревне там очень дешево есть таких еще пару заправок в праге ну потому что ездишь не будешь там таких маленьких там на отшибах так таких всяких таких мелких этих заездах там где как неудобно заехать туда-сюда так вот там по две колоночки стоит у них вот то это ну заправляется там где у вас в основном уже дома заправляюсь посмотрим сейчас там сколько там будет стоить сравним то есть две заправки мы проедем это дешевую или одну скажем так одну из дешевых вот которая будет находиться вот в этой первой деревне за прагой буквально 10 или 15 километров ну и вот у меня возле справа возле дома вот и дождик пошел вот весна какая-то блин факт дебильная факт дебильная как дебильная у природы же ведь нет плохой погоды да поэтому поэтому надо на это делать поправку так вытрем уже ладно как-то на мойку заехать а вот уже красотенька когда открывается зары а вот еще один какой-то радуем значимый там порогал можно кто-то из наших всех не знаю машины а муж и не мне так включаем автомат потому что уже все пять километров нам осталось до этого до трассы рад газом бург вот это тут слева наверху наверно ну там развалины там от ограда два названия чего не все моргают ты блин я пойму че у меня открыто что-то нет не открыто не льется свет включен включен автомат ну че не так тут же не принято моргать так поэтому ну че-то че-то не так наверно может там кому-то сзади моргают а вот а все понятно за кем-то поехали что-то случилось и наверно это так можете это можно стояли но не принято здесь что стоят полиция меряет не принято это как его во первых она не стоит они вот стоят а все понятно она не стоит нет она не проверяет но бывает но бывает но бывает ага сдали хлопцев говорю не принято это они стоят очень очень редко очень очень редко и стоят они без этого без радара поэтому я говорю поэтому я удивился чего не моргают ну там ну из каких соображений не стоят тоже непонятно это 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 просто нонсенс если полицейский стоит бывает что у них это вот эти вот их не рейды но они обычно все знают когда будут они их рекламируют сами уже будут проверять туда-сюда ну вот так здесь я уже несколько раз я говорил повторял и повторюсь здесь полиция предупреждает она не наказывает вот у меня пару случаев было да такие вот когда размер штрафов например там вот 500 до 2000 да блять тебе дадут 500 я помню запарковался на этом как его на пешеходном переходе на аварию приехал но не было где тут все блин блин мне 300 крон дали хотя 2000 так он он выписал бумагу он не то что он в карман взял там или как с тобой нет здесь это нет а раз помню направление движения было прямо а я повернул налево вот и она с устройственным полицейским но я думал я как я прощелкал короче мой косяк базар у нема я думал он обиделся что у меня помеха справа я его не пустил потом ну вот он сказал и спорить с ним не буду так а тут дизель 32 3280 да думаю спорить ну 100 крон в субботу за 100 крон эту бумажку но это 4 доллара бумажку ему не лень было писать да вот за 100 крон ну вот написал все не взял в карман написал вот я потом проверил да действительно там поворот налево запрещен только прямо и так далее вот факт потом было пару раз у меня там я скорость превысил вот тоже 500 крон на месте если не хочешь можешь идти обжаловать ну там то где появят две тысячи помню мне запарковался не там где положено месте поставили листик мы пришли вдвоем на там две машины она стояла мы но вот объяснили ситуацию что мы его там я ему передавал свой объект он его брал туда сюда пепел посыла посыпали на голову все нахер отпустил то есть мы поехали в участок потому что бумажку оставил чтобы мы в участок это и мы проехали и все блин вот вот так она работает не но если ты там вообще олень и обдолбанный ездишь это все там пару идиотов взятки пытались давать но это вообще идиоты там это все это нереально один на камеру снимают все это и это потом публикуют блин и там сразу взятка да потом еще плюс взятка этому как его как он называется ну вот этот бюрократу этому да там это да это это все нахер закрывают без разговоров здесь с этим все просто не церемонятся вот но когда когда уже действительно конкретно накосячишь а так никому не нужен я тут я тут и без прав помню ездил блин и это забыл их потом забыл они мне закончились термина я потом забыл их это но поменять же термин закончился потом и пока не знал так ездил а потом только хопа и уже все и думал что надо нам чуть ли не сдавать будет блин нет пришел просто это просто это срок действия пластика закончился поменял а так как у ну раньше было 10 а потом то ли с возрастом то ли они уже ну через 10 лет меняли на потом вроде когда у вас все категории то когда у вас все категории вам трактор дают автоматически вот и уже потом меняют на получение ну обмен прав пять лет а вот два назад на раме ну а то сейчас еще и имя надо будет менять но потому что это транскрипции разные у меня поменялись документы и надо это все все забываю на социалки надо поменять не на социалки нет на этой на здраво на медицинской карточке на правах на поменять забываю о буду близко вот если мне там что-то асы но пошлет сервисом и он там будет близко так зайду 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 поменяю эту как его это как ее скажите медицинскую сразу прямо они сразу карточку делаю вот а это а права придется ждать так что вот такие делы так а вот сейчас будем это же но это опять касается для упоротых заправка на трассе сейчас посмотрим сколько здесь будет си же ее вице си же вице так бензина но это поляки бензина по моему вот 38 90 разница да ну считайте 39 там будем считать 32 здесь 39 7 крон 7 крон на 60 вот 59 копеек ну 60 да вот 420 крон на ровном месте ну вот так а если там я не знаю сколько фура берет 200 литров да там или 400 ну вот 500 умножим на 700 на 1000 хило блян вот так вот небольшая экономия есть вот уже как бы это 500 крон и сэкономил так а сейчас посмотрим сколько у меня ой это я не подключил так вот 900 километров доезд оставалось 120 сейчас 900 километров доезд нормально нормально сколько нам осталось полки не 49 километров и по времени 29 минут ну это все мы на магистрали выехали это если неправильно если я правильно помню до 8 так она для интереса прислали мне сервис но сколько вот 5 часов уже до сервиса должен mail прислать я ничего не прислал ну все знать завтра дома я возможно еще до 6 сюда пришлет но навряд ли но если он думает что завтра мне в 9 часов позвонит и это а я куда-то там поеду что-то делать он сильно ошибается я за того оброним и оттуда потому что там кто-то давит не так же ваш ушах свистит, блин. Ну, ветерочек серьезный поднялся. Все, пропускаю, езжай. Потому что будешь сейчас моргать, блин. Не, ну, Ауди. Базар у нема. Быть скромная Тойота. Мы едем по правилам. Это что-то ведь знаками обрисован. Вид на Чехию, да? Красотень. И если вот эти 10 минут отнять, ну, 17-30 я должен приехать. Если 10 минут отнять, 17-20, заправка еще 5 минут. Ну, вот. Через 10 минут были бы дома. Ну, такие вот неприятности случаются, да? Переживем. Переживем. Так. Так. Прямо-прямо. Чтобы я сейчас опять не заблудился. Чтобы в прошлый раз накатался, но его банят. и все время. Прямо-прямо. Да. Зелен yat named 하나�. Видеом. edeej Продолжение следует...